Всем привет! Это Хроники войны с Татьяной Поповой. Сегодня 156 день войны и мы говорим о том, что происходит с чеченским батальоном в составе украинских войск, о том, что происходит в Чечне, в России, в Украине с Анзором Масхадовым, сыном президента Ичкерии Аслана Масхадова и его спецпредставителем. Добрый день, Анзор! Здравствуйте, добрый день! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, для того, чтобы это видео лучше раздавалось. Кстати, у Анзора у вас тоже появился канал, да, свой? Да, я веду уже 2-3 года канал, называется Низам Ченнел. Да, я поставлю ссылку в описании или в заголовке прямо на ваш канал, так что можно будет подписаться и на канал Анзора. Анзор, такие вопросы. Мы много знаем о чеченцах, которые воюют с русскими. Вы можете нам объяснить, кто такие эти чеченцы, которые воюют за Украину? Это настоящие чеченцы, патриоты своей родины, и я их многих знаю, буквально недавно, когда я был в Украине, встречался с ними. Часть из них, скажем, это чеченский батальон имени шейха Мансура, это люди, которые прошли 2 русско-чеченские войны. Есть также и не чеченцы, есть и украинцы, есть и другие люди с разных республик, с кавказских республик тоже, которые являются бойцами чеченского батальона имени шейха Мансура, например. Есть также чеченцы, которые входят в ЗСУ, то есть вооруженные силы Украины, и также воюют против русских оккупантов. А зачем вы это делаете? Ну, зачем чеченцы это делают? И зачем лично вы, вспоминая историю вашего отца, зачем вы, я так понимаю, помогаете этому батальону? Потому что мы имеем одного врага, этот враг убивал наш народ веками, вот, и буквально за 2 войны, за последние 2 русско-чеченской войны, они убили у нас более 300 тысяч наших жителей, и сегодня продолжают убивать украинцев. То есть, это наш общий враг, и, конечно же, мы не хотим быть в стороне, когда идут такие события, идет такая война, кровавая война на территории Украины. Мы с этим не можем смириться, и я всегда говорил, что украинцы для нас как родные, скажем так. Я очень много знаю украинцев, было много друзей, вот, и я сегодня, к примеру, со своей стороны стою на стороне Украины, и буду стоять до конца, а также считают и те воины, о которых я говорю. У них тоже есть связи с украинцами, там, друзья, они жили там, то есть, имеют хорошие отношения. Мы любим Украину, мы поддерживаем Украину и будем ее поддерживать. То есть, в общем, коротко говоря, мы ведем войну против одного врага. Скажите, а сколько приблизительно бойцов в легионе, батальоне шейха Аль-Мансура? Если вы можете назвать цифру, конечно. Да, вот именно, я сейчас это количество бойцов чеченского батальона не могу назвать, тому есть разные причины, но их достаточно. Я, как говорю, там не только чеченцы, там и представители других национальностей. Окей, а есть ли разница между теми расследованиями преступлений в Чечне, которые там расследовали, и тем, что вы видите, ваши люди видят здесь, в Украине, как российская армия совершает преступления? Я, когда приезжал в Украину, я много общался с мирными жителями и расспрашивал их, что происходило, как происходило. Ну, в общем, все одинаково, все одинаково. Одна и та же картина, эти бомбежки, эти издевательства, убийства. То же самое происходило и у нас. Эти русские оккупанты убивали мирных жителей, бомбили мирные населенные пункты. И делали это именно тогда, когда они не могли одержать победу в каких-то боях. То есть, мстили, мстили мирным жителям. Это их тактика. Мы знаем про это очень давно, то есть, ну, мы прошли две войны, буквально недавно. То же самое они делали у нас. Но я хотел бы вот так сказать, что украинцы еще не увидели истинного лица русских оккупантов. Если, к примеру, Россия сможет, например, оккупировать Украину, вот тогда начнется самое страшное. То есть, то, что у нас происходило. Они оккупировали всю нашу территорию, вошли во все населенные пункты. И вот начали уже открыто убивать, пытать, брать в заложники людей. И потом держали их в концлагерях, некоторые называют фильтрационные лагеря. Вот, и там людей просто... Там был такой ужас, что, не знаю, мне даже самому сложно об этом говорить. Вот эти их пытки. Они пытали всех, убивали всех. И женщин, и стариков, всех подряд. То есть, началось самое страшное. А потом они ставят вот такого, если его можно назвать человеком, Кадырова, чтобы он издевался над своим народом. Пока этого в Украине не произошло. И я уверен, что это не произойдет. Потому что враг сегодня проигрывает Украине. И он проиграет. И он не сможет оккупировать территорию Украины. Вот истинное лицо русского оккупанта. Понятно. Да, подробно даже с фотографиями в предыдущей нашей беседе с Анзором есть эти фотографии, подробный рассказ о том, как происходила война в Чечне. Вы сможете посмотреть это видео. Мы добавим ссылку на него здесь. Так, еще один вопрос. Ходили слухи о прибытии в Украину боевиков ИГИЛ. Можете ли вы рассказать нам, насколько это правда, это слухи, это фейк, специально распространяет ФСБ, что это? Ну, сначала надо посмотреть, кто об этом говорит, кому это выгодно, чтобы это говорили. Но, честно скажу, в последнее время я про это вообще не слышал. Да, сколько-то лет тому назад были такие слухи. И я уверен, что в первую очередь это выгодно для России, чтобы как-то обвинить в международном терроризме, как называют исламские радикалы и так далее и тому подобное. Но сегодня, в сегодняшних событиях, я это вообще нигде не слышал и не читал даже. Так, понятно. Как вы вообще оцениваете... А, нет, сначала примыкающая тема. Сенат США только что согласовал резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма. через действия в Украине, Чечне, Грузии и Сирии. А в каком... Что это означает вообще, кстати, вы вот в курсе, что это будет означать для России вообще? Признать, как вы сказали? Страной-спонсором терроризма. Это... Мы давно об этом говорим, трубим на весь мир. В Чечне есть списки задействия в Чечне. Да, вот. И, наконец-то, это случилось. Наконец-то, об этом начали говорить. Я к тому, что все наши лидеры призывали мировое сообщество признать Россию как государством террора. То есть, государство, которое совершает террор. И сегодня вот этот процесс пошел. И мы рады этому процессу, что мир, наконец-то, открыл глаза. То, что Россия делала в Сирии над мирными жителями, в Грузии, у нас, в Ичкерии, сегодня в Украине. То есть, за все убийства, за весь этот террор. И я хотел бы еще подчеркнуть один момент, что Россия также убивала своих жителей, чтобы обвинить, к примеру, нас, чеченцев, в каких-то действиях. Например, в 1999 году, до того, как началась русско-чеченская война, война Путина, они убили своих граждан, взорвали своих граждан в домах. То есть, дома взорвали. И потом обвинили нас. Без каких-либо фактов. И сделал это Путин. То есть, Путин пришел на крови чеченского народа. Получается, и российского народа. На крови и российского народа. Да, вот об этом я и говорю. И на крови российского народа тоже. Ему безразлично, какая кровь проливается, лишь бы быть у власти, держаться у этой власти. Понятно. Как вы вообще сейчас оцениваете ситуацию на фронте в Украине? Что вы можете сказать? Вы все-таки понимаете, что такое война? Конечно, у меня отец военный. Тем более, я прошел первую русско-чеченскую войну. Воевал против русских оккупантов. Знаю, что такое война. Это очень плохо. Это трагедия. Это кровь. Но для патриотов это долг и обязанность участвовать или помогать войне, помогать своему народу, помогать своему государству. И события на фронте, там, конечно, тяжело. Это война, еще раз повторюсь. И после поставок вооружений, последних типов вооружений, это реактивные системы залпового огня, там, артиллерийские установки. Я думаю, как вижу, ситуация чуть изменилась. То есть, у российских оккупантов чувствуется вот этот страх, что у украинских войск появились вот эти ракетные установки, там, артиллерийские установки, что они могут бить точно в цель, и они попадают в эту цель. То есть, громят эти командные пункты, их склады. То есть, чувствуется страх. Ситуация, я думаю, скоро изменится еще к лучшему. К чему надо готовиться вообще Украине, на ваш взгляд? Ну, знаете, во всех конфликтах, в странах, тем более, когда идет война, нужно опасаться вот того, что, например, Россия что сделала в Ичкерии? Она сделала все, чтобы разделить чеченский народ, чтобы потом его покорить. И им это удалось. Я хотел бы призвать украинцев, чтобы они не слушали русскую пропаганду, и держались вместе, чтобы были едины, чтобы одержать победу, чтобы не отдать ни метр украинской земли этому русскому оккупанту. Вот, что самое главное, чтобы быть едиными, чтобы поддержать эту победу. Вот вы знаете, наверное, что была через Турцию достигнута договоренность о том, что Россия якобы не будет обстреливать порты для того, чтобы вывести зерно, которое скопилось на Украине с прошлого урожая, и сейчас собирается уже новый урожай начал приходить. И в первый же день после этой договоренности, если вы помните, на следующий день утро обстреляли ракетами порт Одессы. Вот. Зерно еще пока не начало выходить. Я позавчера писала интервью с министром Кубраковым, это наш министр инфраструктуры, который ездил, подписывал эти документы в Турцию. И очень многие люди в Украине начали говорить, нет, ни в коем случае, не надо вывозить зерно. Ну, у русских вообще есть нарратив, который они пытаются вбрасывать, что в Украине тогда начнется голод. Ну, это неправда, потому что это зерно, которое было, мы столько не едим, да, оно было предназначено на экспорт изначально. И из-за военных действий мы остановили его вывоз. Ну, и многие говорят, нет, это все-таки опасно, вот русские попытаются зайти в наши эти порты, в гавани, ну, там турецкие военные конвои вроде как должны сопровождать, а не русские, поэтому никто, кроме кораблей НАТО или украинских кораблей не будет заходить в эти порты. Что вы можете сказать? Это правильно было решение разблокировки вывоза зерна или не правильно? Ну, еще пока оно, кстати, не началось, но тем не менее. Ну, я считаю, вот, мое чисто мнение, да, если вывозить, то это правильный шаг и, как вы сказали, вот, обстрелы русских по порту, там, вот, русским верить нельзя никакому договору, никакой бумаги, то есть, мы видим сам факт, что произошло, вот, могу лишь вот так сказать, что им верить нельзя, верить нельзя, но Украина выживет, вот, будь это зерно или не зерно, я вижу сегодня помощь мирового сообщества, вот, что они сплотились, стали рядом с Украиной, то есть, какие бы там обстрелы они не вели, мир с вами, все будет хорошо. Будем надеяться, да. Смотрите, еще такой вопрос по поводу бывшего пространства СНГ, вчера ночью Киев, в том числе, пытались обстрелять Черниговскую область, с территории Белоруссии, с аэродрома военного под Гомелем, и вопрос, втянет ли Путин в войну, все-таки, Беларусь полноценно, чтобы ее военные начали там совершать преступления в Украине? Я, Виль, как я вижу, Лукашенко тоже не хочет этого, с одной стороны, но, как бы, и вынужден, вынужден идет на этот шаг, на этот глупый шаг. Но я знаю, я знаю многих беларусов, они против этой войны и не поддерживают действия Лукашенко. Но я не думаю, что он открыто так пойдет воевать, но, хотя, да, как вы сказали, там, обстрелы, да, ведутся с территории Беларуси, вот, что очень плохо. Ну, они, видимо, ожидают, что мы ответим, обстреляем Беларусь, и в ответ на это Беларусь, уже, беларусская армия придется вступить в войну. Я тоже считаю, что это провокация, да, чтобы спровоцировать украинскую сторону на ответные удары по территории, как вы сказали, Беларуси. То есть, Путин пытается таким образом втянуть Беларусь в эту войну, то есть, в открытую войну. Так, еще такой вопрос. А что сейчас вообще происходит в Чечне, вот, в данный момент? Какое, я так понимаю, что кто мог уехал, кого-то они убили, ну, и много людей убили. А что сейчас? Сейчас этот режим, который сегодня существует на территории республики, путинский режим, он угнетает этот народ, вот, издевается открытым образом над этим народом. вот, я про Кадырова говорю, вот, и, как мы знаем, Кадыров сегодня посылает чеченцев воевать против Украины и делает против воли этих чеченцев, которые едут в Украину, ну, некоторая часть, вот, и делает это под разными видами давления, то есть, давит на родственников, даже открыто говорят, если не поедешь, то мы убьем твоих родственников, близких родственников. Есть и такие случаи. И сегодня, как вы сказали, те люди, которые смогли уехать, они уехали оттуда. Но я точно знаю, что очень много людей хотели бы уехать тоже с республики в другие страны, ради своей безопасности, чтобы не видеть вот эти лица, кадыровские лица. Но этого сделать не могут. Не могут. И я переживаю за народ, состояние нашего народа, ну, и я вижу также настроение народа, что люди ждут какого-то дня, вот, в тот день, когда этот режим, марионеточный режим, будет свергнут. И я даже думаю, что они готовы даже на восстание. Эти люди готовы на восстание. Потому что я много раз слышал от людей, что такие изречения, что вот если были бы живы наши воины, такого бы не происходило. То есть они ждут революции, восстания, чтобы свергнуть этот режим. В последнее время были слухи, что вы, наверное, тоже слышали, что возможно скоро что-то произойдет на территории республики. И даже Кадыров испугался и просил у Путина установки противовоздушной обороны, чтобы их установили возле его села Хоси-Юрт. то есть он уже действительно в страхе, он боится за свою жизнь. А сколько вообще Кадыров смог мобилизовать людей сейчас для войны в Украине? Какое количество, насколько вам известно? Точное количество я не могу сказать, но я уверен, что слишком уж преувеличивают количество людей, его хотят выставить как пугало. Вот он собрал 10 тысяч или 15 тысяч военных, чтобы отправить в Украину, но я не думаю, что столько людей он отправил в Украину. Может быть какая-то там часть 500 или тысяча, ну там 1500 примерно вот так наверное, такие цифры. А 1500 это сколько он смог мобилизовать, а сколько еще может теоретически мобилизовать в Чечне? Не знаете? Я могу сказать, что из его таких подразделений, которые существуют давно, он не будет использовать вот эти свои подразделения, он будет посылать людей из числа мирных жителей, то есть, как я говорил, будет забирать молодежь, будет отправлять эту молодежь насильно, насильно, в основном. Вот в первую очередь он захочет их использовать. А верите ли вы в то, что Чечня будет свободной? Я уверен. Просто вот недавно был форум народа в России, как-то он назывался, где-то он в Европе проходил, у меня знакомые там татары были, и вот я так понимаю, что там наверное даже представители Чечни были? Да, там были чеченцы на этом форуме, я слышал, да. Ну, то есть, вы думаете, что это будет как-то отдельная история с Чечнью, или это будет в рамках каких-то общих процессов дезинтеграции России? Ну, наш народ пострадал, понес огромные колоссальные потери во время этих войн, я так начну еще, копну еще дальше, еще со времен насильственной депортации в 44-м году, а потом уже вот эти две войны последние, то есть огромные потери, и мы, когда этот процесс начнется, мы будем требовать свое, и мы обязательно заберем свое, все то, что она сделала на нашей территории и над нашим народом, России придется ответить, и мы заберем свои территории, и мы будем готовы к этому разговору, то есть мы готовы к этому разговору, и мы будем все равно дойдем до того, что России придется за все ответить, но я уверен нашей победе обязательно она наступит. Смотрите, очень много и президентов ваших, почти всех, Россия, российские спецслужбы убили, и многих ваших каких-то лидеров тоже они убивали и там даже сотрудников ФСБ сейчас сидит в Германии, если не ошибаюсь, в тюрьме, да, и они это делали целенаправленно, ну, что это за программа такая была, на ваш взгляд? они убили всех наших лидеров, всех, именно вот так, поочередно, они были убиты во время войны, и убили также, скажем, всех наших командиров, чеченцев, то есть это была война, жестокая война. После войны сейчас они продолжают все равно в разных странах пытаться убивать чеченцев, а зачем они это сейчас делают, но ведь это же это целая, да, программа, программа спецслужб России, то есть они сегодня убивают потенциальных врагов своих, убивают активистов, кстати, мой адрес тоже очень много угроз там поступало от Кадырова, вот, и даже там находи, искали людей, которые возьмут деньги за то, чтобы меня устранили, то есть им, они не хотят видеть тех, кто говорит правду, этих наших активистов, которые тоже говорят правду, были же такие даже случаи, что они убивали блогеров, чеченских блогеров, пытались убить чеченских блогеров, то есть они воюют против правды. А вот недавно с вами была какая-то ситуация, что вы тоже попали в больницу, в Украине, да, это было отравление, что, если можно, объясните? Нет, не в Украине, а во Франции. А, во Франции. Во Франции, да. Ну, да, действительно, такое произошло, я сейчас деталей говорить не буду, но я некоторое время провел больницы, я считаю, что это было отравлением. Вы не можете сказать, чем это, что это было? Ну, и кроме ФСБ, в принципе, больше никто, наверное, вас бы и не собирался отравить. Ну, могут быть и другие, не только там российские спецслужбы, но люди, которые связаны с ними. Понятно. Ну, я желаю вам сохранить здоровье и ваше дело правое, наше дело правое с агрессором. Спасибо. Спасибо вам большое, напомню, что это был 156-й день войны, и мы говорили с Анзором Асхадовым, сыном президента Ичкерии, Асланом Асхадова и его спецпредставителем. Подписывайтесь на канал Анзора, я поставлю ссылку на его в заголовке, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.